Дальше мне хочется поговорить про два басворда. Какой русский басворд? Басворд. Есть такие, ну понятно. Штуки, которые летают в воздухе, никто толком не знает, что это такое, но все очень любят обсуждать. Первая такая штука — вебовская операционная система. Так, а что-то это зря. Давайте так, кто скажет мне, что такое вебовская операционная система? Нив. Нив, правильно, это праздник. Хорошо, дайте какой-нибудь неправильный. IPOS. Как? IPOS. IPOS? Что это такое? Нив. Неправильный ответ. Нет, я просто… Нет, я просто… А? Да. Нет, ну в смысле, как у нас здесь все представление? Что это? Гугл со временем говорил, что это очень много сервисов, которые способны заключить в линском языке. Хорошо. Все сервисы выбраны в веб, как бы, и какие-то зайдут в веб. Нескейп еще, по-моему, говорил, что, собственно, Windows — это только драйвер. Ага. Вебов. Ага. Может, что-то типа такого. Хорошо. Еще какие-нибудь определенные будут? Firefox. Хорошо. Хорошо. Принято. Бро. Окей, ладно, давайте смотреть, что я написал. Действительно, первый вариант — это коллекция сервисов. И, в первую очередь, одна из людей, что надо переносить то, что есть на десктопе. То есть, переделать просто все, что есть на десктопе, в вебовском интерфейсе, чтобы это можно было с любого компьютера этим пользоваться. И использовать преимущество веба. То есть, обменивать между разными пользователями, хранить где-то где угодно и так сказать и так далее. Снижаются цены, потому что эти дата-центры и надежность повышается. Потому что лоттоп я могу ранее сломать, и если это в трех векап-копиях лежит в каком-нибудь дата-центре, лучше в трех, то это вроде даже более надежно. Google Docs — это один из проектов, который конкурирует с Microsoft Office. А другой есть довольно успешный — это компания Zoka. Она делает все эти вещи, таблицы, тексты и так далее. Но они метят еще и на корпоративный рынок. Они хотят сделать всю коллекцию этих приложений для корпоративных пользователей и наставлять платные. Достаточно успешная компания. Да, это очень-очень успешная компания. Сейчас все кричат Facebook, Facebook. Не слышно, что в следующем году все будут кричать Zoka Zoka. Следующий вариант Facebook называет сам себя Social Operating System. Соответственно, это тоже в некотором смысле операционная система. Open Social, соответственно. Но совсем в другом смысле. Потому что здесь это не коллекция сервисов, а платформа Identities. То есть тут представлены люди, тут представлены вещи, такое программирование на людях. То есть можно запрограммировать такую вещь, например, пригласить всех моих друзей, кто там, я не знаю, сейчас находится в Петербурге, у кого свободное это время в его публичном календаре, там, я не знаю, и послать ему там Google Maps driving directions от того, где он указан, от того, ко мне домой. То есть такое программирование на семантических данных, которые мы знаем про людей. То есть это совершенно другой вариант. Третий вариант, чем-то похож на первый, это такой экранчик типа десктопа, в который выводятся все сервисы, которыми его пользуются. То есть это интеграция сервисов. Если WebOffice — это просто коллекция отдельных приложений, которые слегка как-то собой. То есть здесь это скорее коллекция данных, RSS потоков и так далее. То есть исторически первой была компания NetVibes. Google очень быстро сделала клон. Google, есть MyYahoo. Есть еще одна компания, которая вроде как имеет отношения больше, но я не сделал ее как следует посмотреть. Это Desktop Tool. Дальше, как правильно сказали, Firefox. То есть браузер, в принципе, имеет все шансы стать новой операционной системой, потому что под него можно писать приложение. Он хранит все пароли пользователя ко всем сервисам. Он может как-то хранить его данные, выкачивать эти данные, как-то их микшировать, выполнять какие-нибудь работы за пользователями, не знаю. Работать как агент, бронировать за него билеты, вычислять инструментальные directions или еще что-нибудь. Сейчас разрабатывается Firefox 3, вроде как начнет Firefox 4, но пока что это не похоже, что это будет всеобщая мечта. Вроде это будут не очень большие, всякие беты, которые выходят, они не показывают, что Firefox 3 все-таки не операционная система. В следующий момент, мне кажется, что CMS тоже можно рассматривать как предшественник Content Management Systems, я не говорю, как предшественник вебовской операционной системы, потому что на тот же WordPress или Drupal вы можете установить новое приложение. То есть, если вы, например, храните свой, то есть вы, например, создаете себе сайт, вы ставите на него какой-то движок, например, Drupal. Этот Drupal будет представлять вашим отражением, вашей персоной, вашей личностью, как виртуальная личность Second Life, которая будет поддерживать ваш сайт, ваш блог, интегрировать, может быть, вещи, там, не знаю, фотографии, и одновременно на него, на эту штуку, вы можете ставить плагины, да, то есть Drupal или Firefox, вы можете ставить плагины, вы можете поставить, например, движок, который управляет, я не знаю, Харином, если вы представляете компанию, или движок, который управляет отзывами, или движок, который делает вашу личную Википедию, да, то есть ваши Викистати, и так далее. То есть вы можете на эту платформу ставить новое приложение. Получается, что CMS — это тоже операционная система. Вот я думаю, что... Мне, пожалуй, интересен взгляд корпоративных приложений, потому что с рыночной точки зрения корпоративный рынок и для софта, и для веба намного больше, чем рынок физических лиц. В частности, например, ну, кто платит деньги в вебе? Деньги платят рекламодатели, которые оплачивают Google AdWords, Google AdSense, да? То есть это компании, это юридические лица. Или, если взять Windows, то Windows тоже продается на корпоративном рынке и на рынке государств гораздо в больших масштабах за больше деньги, чем физическим лицам. Соответственно, когда мы думаем о операционной системе в вебе, то интересно думать не только о штубах типа iGoogle, а интересно думать о том, какой может быть веб-операционная система для компаний. Потому что это они будут платить деньги. Если вы хотите заработать много миллионов, вы должны подумать, как должна быть корпоративная веб-операционная система. И вот здесь можно пока только вспомнить Salesforce.com, но он довольно узко специализирован на такую вещь, которая называется CRM, Customer Relationship Management. То есть управление информацией про клиента. То есть это продажи, склады, логистика, такие вещи. Не для всех компаний это именно то, что нужно, поэтому непонятно выяснит ли он в общего формата корпоративную систему. Но я думаю, там по конкурировать не нравится. Но вот ЗОК тоже пытается в этот рынок. Окей, второе такое общее обсуждаемое слово это такая открытая инициатива. То есть вот были все отдельные стандарты, они теперь все покрыты такой шапкой, которая называется Data Portability. Соответственно, идея следующая. Есть такой лозунг. Данные пользователя должны принадлежать пользователю. Сейчас это, в общем-то, не так. То есть для того, чтобы, например, вытащить все ваши благозаписи из LiveJournal, вам надо писать скрипт или искать скрипт. Для того, чтобы вытащить все фотографии из контакта вам нужно писать другой скрипт. Для того, чтобы... Например, вы решили обидеться на ВКонтакте и уйти в Фейсбук. Вот забрать всех друзей, там, значит, взяли. Буковал там чемодан друзей, фотографии, заметки. Буковал так, перевез и установил обратно. То есть вот этих сервисов, форматов, сервисов и простых процедур для перемещения из одного места в другое их нет. Как, собственно, например, если сравнить, например, Россию и Америку, то в Америке в каждом городе есть пять отделений, где есть прокат грузовиков. Потому что люди постоянно переезжают с квартирами. Там все для этого сделано. Позвонил, все, через час там взял грузовик, перевез вещи, все. Ну, очень простой рынок коленда жилья и так далее. То есть это занимает там... За три дня можно переехать в другой город. Через месяц еще раз переехать, а потом еще раз переехать. Можно с водителем заказать. За водителем все автоматизировано. Можно в интернете заказать. Там водитель, перевозок. И там много конкурирующих компаний и так далее. То есть вот такого в мире социальных систем и веб-приложений пока нет. Вот этих систем перевозок и... Особенно систем упаковывания багажа. То есть вот эти сервисы грузовиков там... В нем же тут вот грузовики, а тут магазин коробок. Коробки пластиковые, мягкие, с защитой, без защиты, такие и такие. То есть вот эти коробки, вот эти все стандарты типа OpenID, OpenML и так далее. А XFN они предназначены для того, чтобы вам было легко запаковать ваши данные и куда-то их перетащить. Опять же, все только началось. Группа собралась и зарегистрировала меня только полгода назад. И сейчас ребята работают над тем, чтобы сделать такой базовый пример, образец. Как должно быть все идеально. Но мне кажется, что на самом деле тут есть похожие задачи, которые не вписываются в этот лозунг. Пользователь должен таскать данные за собой, иметь возможность и так далее. Это важно. Но есть другие вещи, как например открытый данный между сервисами. Сейчас проблема в том, что каждый сервис воспринимает основные данные, которые он собирает, как свой основной актив. Никого он ему не дает. Как я говорил, Yelp очень строго следит за своими отзывами. Он старается, он пошляет этих людей, которые делают отзывы. Делает для них вечеринки, награждает их значками. Профиль 10 отзывов в зеленый, 2 отзывы в красный и так далее. И потом отдать все эти данные, все эти отзывы просто так, кому-то, кто хочет их экрегировать с другими отзывами, он как-то не готов. И вот в связи с этим и так поступает более-менее каждый сервис, что второстепенные данные еще готовы делиться. Вот опять же, Social Graph API, там такая же фишка, что маленькие сайты, они готовы. То есть, если кто-то подружился на маленьком сайте, они готовы разрешить другим сайтам это ребро дружбы переиспользовать, они готовы его отдать. А большие сайты типа Фейсбука нет. Продать ребро дружбы. Продать ребро дружбы. Ну, может быть, может быть. Поэтому мне кажется, что data portability, то есть другой важный вопрос, это не дать пользователю запаковать и перетащить лично свои данные. О том, чтобы сервисы друг у друга могли эти данные собирать легко. В частности, есть пара сайтов, пара стартапов, которые пытаются собирать данные в семантическом виде, то есть семантически различные со всего интернета. То есть, как Google делает crawling, то есть бегает робот, качает все сайты и складывает все это в Google Index. Вот есть такая же идея для семантически различных данных. То есть, например, про каждую сущность, это ее название, ее категория, адрес, если это важно, кто участвует и так далее. Вот есть такой проект, называется Freebase. Вот он это делает, но, к сожалению, как я упоминал чуть раньше, использовать этот Freebase можно только attribution license. То есть, если вы что-то делаете на его основе, вы должны говорить, я взял это с Freebase, я взял это с Freebase, я взял это с Freebase и так далее. Использовать это как общую инфраструктуру свободно не получается. Пока. Переходим к некоторым новым идеям. Значит, первая идея, о которой хочу рассказать, о большем названии Market Graph. Вот есть такой общий употребительный термин Social Graph. Граф отношений между людьми. С точки зрения маркетинга и рекламы очень интересен похожий граф. Это граф отношений между людьми, компаниями и продуктами, ну и сервисами. То есть, я владею таким-то автомобилем, я хожу в такой-то магазин, мне нравится этот ресторан. Четыре из пяти. Это мой любимый фильм, это мой любимый актер, я рекомендую эту штуку и так далее. Или, например, я работаю в этой компании. Или, например, я являюсь дизайнером этого автомобиля. Или, я хотел бы купить эту вещь. Или, я купил эту вещь и так далее. Вот такие отношения между компаниями и продуктами очень интересны. Многие компании имеют кусочки этого маркетинга. То есть, он существует в нашем воображении, но на жестких дисках его кусочки хранятся в разных компаниях. Как вы думаете, у каких компаний самые большие фрагменты этого маркетинга? Хочу купить у eBay. eBay, хороший вариант еще. Amazon. Amazon, хороший вариант. Google Azul. Google Azul тоже есть, хотя первичной информации у них не очень много, потому что они... Google. Salesforce. Salesforce есть. Но вы не назвали пока самую большую базу. Вы правильно мыслите в том направлении, что самые простые отношения это коммерческие. То есть, непосредственно транзакции. То есть, покупка-продаж. Все остальное, типа, я люблю, мне нравится, я рекомендую. Это пока в меньших количествах. Facebook. Facebook. Он вот это имеет. А по продаже? А? Google. Google. Кто? Ну, Харинг. Нет. Ну, откуда они знают? Нет. Строго говоря, больше всего информация о Visa. Вот. Правильно. Visa и MasterCard. Соответственно, понятно, все, что мы покупаем, где мы будем покупать. Особенно американцы, они же все покупают и в ресторанах по карточкам, и в интернете по тем же карточкам. То есть, на карточках скапливается самое большое количество ребер на человека. То есть, на человека там тысячи транзакций. Это больше, чем социальный граф. То есть, социальный граф у нас по 200-300-500 у кого сколько ребер. А тут на каждом человеке там тысячи ребер. То есть, в принципе, маркет-граф огромен, но он есть. Закрыт же. Он закрыт. И проблема в том, что, во-первых, владельцы кусочков маркет-графа, они сами не горят желанием его отдавать. Во-вторых, они часто связаны тем, что их родные пользователи возмутятся, если они начнут его отдавать. Потому что им его дали в неявном виде, просто он сам собой образовался. И никто совершенно не будет счастлив, если про него будут рассказывать направо-налево, что он там в Амазоне покупает и так далее. Соответственно, такого открытого маркет-графа нет. Но его можно собирать с обратной стороны. То есть, извиться его вытащить, конечно, нереально. Но реально, например, подойти к людям и сказать, ребята, расскажите нам о тех ребрах, о которых вы готовы говорить. То есть, как вот эта история с контактовскими местами. То есть, удивительно, но люди заполнили эту графу, и сейчас у каждого в рамках контакта есть два, три, четыре, пять ребер такого типа. То есть, какой-то маркет-граф удалось собрать добровольно люди пожертвовали в общую корзину. Он открытый там еще нереально. Не сказал бы. То, что я смотрел на друзей. Ну, то есть, какой? 5%, 10%, 100%. Ну, около 10 до 10. Ну, ладно. Окей. Соответственно, проблем очень много. Но я чувствую, что если мы этот маркет-граф соберем, и если он будет открыт, и у него будет API, то есть, под него можно писать приложение, и на него можно опираться для поиска для рекомендущих систем, для маркетинга, то есть, анализа рынка, и понимание, какие есть ниши и так далее. То есть, это будут чрезвычайно востребованные вещи. Как Facebook востребован авторами приложений. Почему люди бесплатно пишут приложения про Facebook? Потому что у него есть социал-граф, на который можно распространять, и на основе которого можно писать интересные приложения. Если кто-то соберет маркет-граф, Facebook тоже пытается собрать маркет-граф, вводит профиль для компаний и так далее. И отношение fan между... и анализа, то есть, один тип приобрет между людьми и компаниями или продуктами. Это fan-граф. Соответственно, собрать маркет-граф очень интересно. Я тут выписал некоторые проблемы. Как правильно сказал Виталий, что проблема в том, что люди могут давать неправильные ребра. Я купил это, а он не купил. Дальше вопрос, кто будет храниться. Верно ли, что это будет какая-то одна компания коммерческая, которая будет хранить маркет-граф? Это, наверное, будет плохо. Может быть, люди испугаются этого. Но, с другой стороны, вроде люди не боятся Facebook складывать свою основную социальную информацию. Дальше вопрос, как мотивировать людей выкладывать свой кусочек маркет-графа. Я не знаю, я могу спросить у вас. Вы готовы делать такой компания? Кто готов? Скидки в магазин, у которых... Один из вариантов — это loyalty program. И это уже работает только не в интернете. Поэтому, по идее, должно работать через интернет. Например, карточка пикерочки или скидочная карточка любой сети. Когда вы берете такую карточку и предъявляете ее на кассе каждый раз, все ваши покупки склеиваются в единую личность, которая завязана на номер карточки. Соответственно, вы составляете вершину маркет-графа вокруг этой сети магазинов. То есть вы и вы по правилам этой карточки отдаете эту информацию, даёте права на эту информацию, использование этой информации компании, которая собирает ее. И, в частности, есть же альянс этих карточек. Например, если у вас есть карточка Люфтганзе, то она включает 20 авиакомпаний, сотни отелей, сотни сервисов по аренде автомобилей и так далее. И все, что вы делаете с этой карточки, где вы накапливаете мили и скидки, все записывается в баз. То есть loyalty programs — это один из путей мотивации. В частности, это идея Анатона Назарова, что хорошим подграфом маркет-графа будет граф между девушками и платьями. магазинами, прическами, салоном красоты и так далее. Девушкам, мне кажется, было бы интересно посмотреть, куда ходят подруги или что носят подруги. Конечно, девушке, может быть, не очень интересно нарисовать свои лёбра, но очень интересно посмотреть на лёбра подруги. Так не получится. Почему? Мы собираемся написать экспериментальный сервис, может быть. А стимул-то какой? Сначала тёмный период. Все заходят на сайт, логиниться, как ВКонтакте выкладывают фотографии и отмечают. Вот эта юбка оттуда, это платье оттуда и так далее. Но никто ничего не видит. Тёмный период, скажем, две недели с кого-то. Ну и можно отметить, кто у кого друзья. Если вы рассказываете про свет, то у кого друзья. Потом сервис открывается и всё. Если у кого-то публичный профиль, то любой может посмотреть. Если только для друзей, то друзья могут посмотреть. Но можно комментировать. Какие там какие-то? Передирус. А? Передирус. Может быть. Но на самом деле экспериментировать-то надо. Может ласит неправильно. Может нужно с магазина начать. Может нужно начать с меди, с музыки. То есть с музыки вроде бы просто. Музыке люди готовы делиться тем, какую музыку они слушают. Например, в LastFM люди устанавливают себе шпиона в Динамко. Это же высшее все доверие LastFM. Соответственно граф между слушателями и группами тоже в каком-то виде собирается. Поэтому я верю в то, что маркет граф можно собирать. То есть проблема в том, что сейчас он собирается во-первых обособленно для каждой области. Во-вторых, очень жесткие правила по API. То есть каждый владелец кусочка маркет графа не дает его наружу легко. А разве API не решает эту проблему с уровень внимания? То есть там же есть как раз кусочек, который, наверное, завязан на... Он решает технически, но не решает социально. Я говорю, что проблема здесь не в том, чтобы технически собрать информацию, что тебе нравится, с кем ты дружишь, что ты купил, а в том, чтобы пользователи добровольно отдавали эту информацию и соглашались с тем, чтобы эта информация была публично доступна. И чтобы веб-разработчики, которые себе делали этот сервис, опять же не делали его lock-in, а давали другим разработчикам использовать то, что первый разработчик собрал. С визой MasterCard почему не решить проблему примерно таким образом? Обезличить людей, то есть соединить ребра через вершину. То есть людей убираем, но знаем, что вот из этого города любят такие-то автомобили, или те, кто работают в этой компании, ходят в такие-то рестораны. Это было бы тоже полезной информацией. С другой стороны, никто сильно против бы не был, если бы поставить пункт-лимит. То есть понятно, что если один человек всего работает в такой-то компании, любит такой-то ресторан, то все догадаются, что это он. Но если агрегировать там, сделать тысячи человек... Понятно, понятно, начни. Можно я обслуживаю оплату? Сейчас, если я до следующего вопроса, я обращу на это. Нет, это в парламенте похода. Как раз вот описанная структура, два года назад на трое вместе Билайн, Космо и Альфа-Банк пытались эту информацию вытащить напрямую от своих пользователей и связать ее. То есть это все было завязано как раз в сторону платьев. То есть платьев был... Как это называлось? Альфа-Банк, Космо и Альфа-Банк, Космо и Альфа-Банк Альфа-Банк, Космо и Альфа-Банк, Космо и Альфа-Банк Хорошо, спасибо. Сейчас я отвечу в агрегированном виде и так далее. Два ответа. Первый ответ это печальная история компании American Online, которая дала в безвеченном виде логи поисковых запросов поисковой системе. То есть кто что искал? На пользователя все его поисковые запросы. Были жуткие скандалы, акции дико упали, были судебные иски. Потому что, например, если вы смотрите на свой лог запросов, например, не знаю как вы, а я время от времени ищу просто свою имя и фамилию. Поэтому догадаться по этому логу запросов, что это я, не очень сложно. А если кто-то там ищет, я не знаю, 7 способов самоубийства, или, как сказать, бомбу в домашних условиях, а потом бомбу поднимается, то людям неприятно проехать эту заявку. Очевидно, просто глупость сделали. Можно не догадаться. Да. Обезличие true это трудная задача. Обезличие так, что просто не уверен. Но всех это очень напугало. Я должен сказать, что эта история всех напугала. И теперь другие компании с большей стороны. С позитивной стороны, я не могу сказать, что я был в компании, исследовательской модели Microsoft Research. У них есть группа, которая занимается этой задачей. Называется это область Private Data Mining или как-то так. Ну то есть как Privacy Preserving Data Mining. Как сохраняя информацию про индивидуальные записи, давать возможность сделать запросы такого агрегированного характера. Например, какова средняя зарплата людей в Google Cloud? Потом Билл Гейтс вышел еще раз. Какова? Вы понимаете, да? То есть если Билл Гейтс... Таким запросом можно узнать, если Билл Гейтс в Google Cloud. Даже если вы поздравите только среднюю зарплату. То есть все равно правильный страниц в Google Cloud. Можно задавать какие-то вопросы в Миллианную задать. Тогда это английский не сыграет. Хорошо. Рассказываю другую идею. А можно? Да. Кроме рекламы, наверное, что с этой информацией делать? Мне кажется, на что я сказал, анализ рынка. То есть понимать, например, вот есть компания. Ее может интересовать средний возраст клиентов, география. Например, где просто построить новый магазин, открыть новую пятерочку. Или, например, посмотреть, какие журналы они читают. Тогда можно понять, где надо размещать этот клан. Если находишь корреляции между своей целевой аудиторией и... То есть все откроется в каком? Ну, маркетинг — это более широкий термин. Или, например, понять, какой нужен новый продукт. Хорошо. Следующий момент. Если ты знаешь личности своих клиентов, и, например, потерять возможность с ним писать личные сообщения. То есть ты можешь провести целевую программу фидбэка. То есть получить обратную связь. Это не реклама. Это все-таки другая вещь. Когда ты узнаешь, например, ты узнаешь, кто твои клиенты в авиакомпании, и спрашиваешь у клиентов, куда еще нужно открывать рейсы. Я просто спрашиваю, говорю про милань. Потому что Марина, если интересует вопрос. В частности, после Дивайна, у них сейчас как раз действует программа «Малина». Они там акционеры. И за два года у них получила огромное количество информации. И... Они не ожидали, какого они тебя... Знаешь, что это программа «Малин»? Вот тут московская программа «Лояльности» очень большая. «Малин» по пользователю. Ну, они говорят, что «Малин» по пользователю. Из них по 800 тысяч это абоненты Дивайна. И ты знаешь, что с ними общался, и они не особо понимают, что с этим делать. То есть они как бы понимают в принципе, но... Я бы посоветовал вот этот радикальный эксперимент. То есть еще раз. И если с самого начала сказать пользователям... Вот сейчас уже как бы возняк вроде бы, да? Но если с самого начала сказать пользователям, что... Например, какой-то тип данных, или если они разрешат, идет совершенно публичный доступ. То есть, например, если вы пользуете карточкой «Малин», вы, наверное, не подразумеваете, что каждая конкретная покупка какой-то конкретной помады будет доступна любому Васе, и он может узнать, что вот я, там, Маша Иванова, купила эту помаду вот там-то за столько-то, да? То есть это, наверное, как-то пугает, да? Маша бы испугалась, чтобы все это узнали. Но если бы собрать... Вот мне кажется, что важнее собрать меньший граф, но с большими правами. То есть если собрать его совсем добровольно, в том смысле, что пользователь осознает, что эта информация будет, так сказать, публично доступна, то тогда Market Graph с открытым API для третьесторонних разработчиков это будет как Facebook, да? То есть это будет такой центр активности. Дальше люди догадаются, что с ним делать. То есть Facebook... Тоже люди, которые сидят в самом Facebook, они сейчас платформу поддерживают серверами, сидят на языке, другие переводят, а все проложения пишут третьесторонние люди. То есть в Facebook стоит вся суть инженеров, а сколько инженеров пишет фейсбуковские приложения, десятки тысяч, может сотен тысяч. Соответственно, с Market Graph мне кажется так же. То есть важно сфокусироваться на открытом Market Graph. Если он закрыт, если только ты сам на него можешь смотреть, как на сокровище, тогда с ним много действительно не сделаешь. Окей. Вторая идея. Значит, как вы видите, все превращается в платформу. Платформа — это когда вы к своей программе даете доступ к другим разработчикам, которые к ней что-то дорабатывают. В платформу превращаются сотовые телефоны, как например iPhone, операционная система iPhone. В платформу превращается браузер, в платформу превращается, собственно, в desktop, там уже платформа Windows. В платформу превращаются социальные сети, в платформу превращается iGoogle. Все превращается в платформу. Что не превратилось пока в платформу — это контекстная реклама. Контекстная реклама обслуживается, ну там, Яндекс.Директ, Google Adsense, Якубанама, обслуживается исключительно одним алгоритмом, одной базой рекламных объявлений, в одном стандарте вывода и так далее. С одной стороны, это удобно, потому что пользователи привыкли к привычному формату, есть ответственное лицо, и в конце концов, каждому разработчику очень трудно собирать свою базу рекламодателя. С другой стороны, используется один алгоритм, такой очень топор, который не может учесть отдельные специфики рекламы концертов, отдельная реклама сотовых телефонов, отдельная реклама платьев и так далее. Соответственно, и даже Google Adsense, я думаю, ну сколько там инженеров? Ну 100. Поэтому есть такая мысль, что попытаться превратить это в платформу. То есть вместо одного алгоритма сделать аукцион между сотнями тысяч алгоритмов, каждый из которых, может быть, специализируется на какой-то специальной рекламе. Ну вот как я это себе представляю? Что владелец сайта или блога устанавливает, вместо блога Adsense устанавливает Open Ads. И пришел пользователь, и в этот момент посылается запрос на бежок. Запрос посылается с то, что называется Opportunity, новая информация о Opportunity. Opportunity это вся информация про то, кто пришел и что на странице. И что этот, кто пришел, делает. Например, какой был поисковый запрос, какой текст на странице, например, когда был опубликован текст, новый текст или старый, что мы знаем по cookie, посетителям, может быть, мы знаем его возраст или внутри социальной сети мы знаем информацию из его профиля и так далее. Мы посылаем всю, которую мы могли собрать, контекстную информацию в рекламный движок. Дальше на основе этой контекстной информации соревнующиеся рекламные алгоритмы делают ставку. Например, один рекламный движок посмотрел, пользователь кино особо не интересуется, сам пост не про кино, он говорит, я не участвую в аукционе. Другой посмотрел, пользователь из нашей целевой аудитории, контекст похожий, мы будем участвовать в аукционе, и он говорит, мы хотим взять этот спот за такую-то сумму денег. Ну и, скажем, алгоритм, который назвал наибольшую сумму денег, он показывает рекламу. И тогда, например, если это был сотовый телефон, то вы можете показать, например, Amazon выиграл аукцион, и он показывает прямую ссылку на профиль телефона в Amazon. И, например, не просто прямую ссылку, а ссылку, которая, например, работает как add to my Amazon wishlist. То есть это не будет прямая ссылка на... Ну здесь вот это покажет, да? Одну ссылку для не амазоновских пользователей, а другую для амазонских пользователей. То есть вот, если кнопка diggit или delicious, то будет кнопка Amazon. Соответственно, если Amazon выиграл этот аукцион, то он показывает эту кнопку, добавь в свой Amazon wishlist. Или там, если выиграл Google, а рекламируется какой-нибудь концерт, то он может показывать виджет добавь в свой Google Calendar. То есть, во-первых, реклама становится скорее не текстовой, а виджетной, поскольку вы можете писать микропрограмму на основе вот этого контекста. То есть вы реагируете на контекст, на то, что вы узнали про пользователей, и про окружение, и про то, что спрашивал пользователь. И сразу же... Например, еще один пример. Пользователь что-то спросил, например, в поиске MySpace, а вы рекламируете BeBite, или какой-то другой новый поиск, вы показываете такой микро-виджет, в котором просто интерфейс GoGo, и тот же самый запрос и предложение нажать кнопочку искать, и поискать то же самое в Google. И пользователь может попробовать. То есть две вещи тут новые. То, что вместо нового коллективного алгоритма второе, что это скорее диджетная клава. Мне кажется, что с этим тоже очень интересно поэкспериментировать, и может отъесть определенный кусок у Google Ads. Так что есть кто-то запрограммирует. Есть еще одна такая мечта, чем какая-то конкретная идея. Я уже сказал, что основные деньги веб-программировании вроде бы должны идти от компании. Соответственно, проблема в том, что маленькие разработчики, там студенты, филансеры, маленькие компании, им очень трудно выйти, просто невозможно выйти на рынок программирования для корпоративных клиентов. Например, как я могу написать программу на Сбербанк, если я одиночный тренер. Или для Мегафон или еще что-то. Это невозможно. Потому что надо пробиваться, надо сходиться с представителями в баню и так далее. Но это называется в ядре. Это называется в ядре. Поэтому у этих больших компаний у них есть либо свой IT-отдел, либо у них есть большие компании, которые на много лет подписывают контракт об IT-обеспечении и выполняют все компенсы. Соответственно, но есть какой-то пример. Вот в десктоп-приложении есть только пример. Например, Photoshop. Любое новостное агентство вынуждено для своих графических дизайнеров покупать продукты Adobe, потому что бесплатных аналогов такого качества нет. И просто все уже привыкли к ним, и дизайнеры требуют адобовские вещи. И это вот такая вещь, которая с одной стороны масс-маркет, то есть не для одного конкретно кастома, а для всего рынка. С другой стороны платная, и за нее платит корпорация. Вот сделать так, чтобы веб-приложением, которые выполняют какую-то отдельную функциональность на сайте Газпрома, Мегафона или правительства Российской Федерации, еще что-то, создать рынок для веб-приложений, для корпоративных сайтов, мне кажется, что это очень заманчивая цель. Она, конечно, очень такая масштабная, но мне кажется, что это осуществимо. Может быть, не нашими силами, а силами больших игроков. Но сделать именно так, чтобы в конечном счете маленькие игроки могли не участвовать. Что может сделать маленький игрок? Маленький игрок может, например, сделать систему отслеживания в новостях. Я думаю, что многим компаниям было бы интересно поставить такой виджет, который показывает Сбербанк, как показывает последнее упоминание Сбербанка в новостях. Автоматически кролит Google News, Яндекс.Ньюс, выискивает в них Сбербанк, как-то это красиво форматирует, фильтрует, и может дает административный интерфейс для администратора сайта Сбербанка, чтобы модерировать эти новости. Например, он сначала из них уже будет выбирать, что там вывешивать, что не вывешивать. Это будет одно приложение. Другое приложение будет хайлинговый движок. То есть движок для управления вакансиями и резюме, который вы тоже интегрируете в сайт. Потому что если у вас даже самый лучший IT-отдел в Сбербанке, скорее всего это не лучшая в мире команда для написания движка по занятости. То есть либо вы должны создать отдельный аккаунт Сбербанка на Job.ru, либо вы пишете что-то самопальное для себя отдельно, отдельно для Газпрома отдельное. А так, чтобы кто-то написал такое приложение стендалон приложение, или может даже не стендалон, а серверной частью, но хорошо интегрируемое в корпоративный сайт, такого нет. Потому что нет стандарта, куда бы интегрировать. Потому что сам базовый движок, основной движок Газпромовского сайта, Мегафоновского сайта и так далее, он не открыт. Это у каждого свой КПД движок. Поэтому мне кажется, что базовой задачей является, может быть, создание такого единого корпоративного движка, или хотя бы единого API, который бы позволял писать корпоративные веб-приложения. Он занимался у нас лет пять уже IP, нет? А M и SAP занимаются корпоративным софтом, лидером в этой области, но в основном не вебовским пока. Нет, вебовский латвейс. Потому что SAP и SAP нет лидера, это как раз примерно... Это и дело, да? Да, это такая штука для создания какого-то приложения на запуске платформы. Другое дело, что она, естественно, вся из себя закрытая, и понятно, как компания сам такая. Понятно. И что, я могу написать приложение за месяц и сделать так, чтобы те, у кого эта платформа стоит, устанавливали и платили мне деньги? Вот на второй из семеррат лет удастся сделать их можно. Скорее всего, сможете не изучить, и вы можете набрать. Ну, также у нас есть конкурсы, которые друг сапсу платформы и раздавали для конкретных параз. Не знаю, что там, там, промо пишут, как правило, что вы запустили сапсу платформы и пишут конкретные приложения и привязывают конкретные те вещи, которые у данной компании уже есть. Ну, понятно. На самом деле, мне кажется, что тут проблема с третьим пунктом. То есть проблема-проблема именно с распространением. То есть, если я написал приложение под саповскую платформу или под какую-то другую CMS-ку, написать я могу. Проблема в том, чтобы люди это поставили. То есть, либо, например, сап меня должен поддержать. Я сказал, что написать, поставить какой-нибудь штамп у меня subapproved или еще что-нибудь, и включить это в пакет по дефолту. Или при каждой установке спросить, а не хотите ли мы это устанавливать. Потому что, если отдельно так бегать за каждым установленным сапо установившим человеком и говорить, поставьте мое, поставьте мое, это довольно трудно. То есть, нужны какие-то общие механизмы, которые бы позволяли продвигать свои конкретные приложения. И то же самое и для Facebook, и для Firefox. Для любых плагинов, на самом деле, мне кажется, что механизмы продвижения плагинов под платформу недостаточно еще проработать. Потому что, опять же, есть два продвижения. Есть продвижение такое, что платформа ничего не делает. То есть, ты сам должен найти всех и увидеть, что они тебя должны поставить. А другой пример, может быть, я не знаю. Платформа ставит по дефолту и потом... Ну тогда, если платформа ставит по дефолту, она может с ней ничего не платить. Но потом надо как-то договариваться, что она тебе будет платить пропорционально тому количеству людей, которые не удалили свои приложения первых денег. То есть, нужно как-то разработать эти правила, которые, во-первых, описывают, как идут деньги. Потому что, минимум, часть денег придется отдавать платформе. То есть, наверное, трудно будет отдельно прорабатывать. Хотя Adobe Windows не платит. За то, что Windows не крэшит аналогские приложения. Ну окей. Так, давайте закончим. Мысли про будущее. Во-первых, я рассказывал сегодня про архитектуру и веб-стандарт. Давайте возьмем еще шире. Перечислите мне, пожалуйста, вещи, которые нас ожидают в светлом будущем в интернете. Ну вебом. Я давайте начну. Сематический веб. Есть идея о том, что все должно быть структурировано, красиво и вообще. Это раз. Чего мы еще ждем в ближайшем будущем? Мне кажется, не такое понятие, как более персонализирование. Хорошо. Этого нет в моем списке, но об этом давно мечтают, все никак не получается. Ну да. Мечтать нечестно. А? Трехмерщина. Трехмерщина, хорошо. Уголовная сертификация доверимых сайтов. Каких сайтов? Уголовная сертификация тех сайтов, которые занимаются деятельностью офицеров. Тип-сайты? Тип-сайты. Ага. Понятно. Альтон? Возможно, что, есть эта конкуренция слияния онлайн с приложением онлайн. Ну так, есть, типа, Google или Google, что ли? Google есть. А, или Google нет? Да, 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 да. Хорошо. Еще? Поиграем в футурологию. Рассказываем, что вы ждете. Да? Правильно. Рассказываем, правильно. Говорили же про габаритационные системы. Да, Ладно, давайте смотрите. Хорошо. Значит, еще одна вещь, это география. То есть, у нас появляются мобильники, у нас появляются GPS-устройства, они все начинают включаться в интернет. Все больше будет приложение, которое ориентировано на то, что приложение твердо знает, где находится пользователь, где что находится, и показывает, не знаю, рекламу, позволяет посмотреть, стоять в очереди в соседнем кафе. То есть, гуляешь, а там телефон тебе сам скажет, очередь подошла. Пошел. Проект, который позволяет рекламироваться. То есть, ты проходишь мимо в ресторан, и тебе припейся с маской. Да, да, да. Это Беркутовский проект, где в целом будет качинг. Да, да, да. Ну, такие вещи, да. Вот есть, например, еще такая концепция Augmented Reality. Кто знает, что это такое? Вау. Просто, надо сказать, все знают. Хорошо, рассказываю. Значит, тут есть два участника. Есть графики писатель и графики читатель. Графики писатель приходит куда-нибудь, например, в Зимний дворец, с специальным устройством и пишет на своем локтопе. Там, я не знаю, здесь был Вася. Неужели эту кнопочку отправить? И эта штука попадает на сайт, и она географически привязана к парадному кабинету Петра Первого в Зимнем дворце. Потом, значит, второй человек проходит, у него, значит, все время связывается с этим сайтом, проходит к нему парадом, и тут этот сайт говорит, а вот здесь ты видишь там стены, а здесь ты в веб-очках, если вы смотрите через этот сайт, то он говорит, а вот тут еще графики. И так далее. То есть идея такая, что вы физическую графику реальность Земли размечаете дополнительным контентом. Или, например, вы можете тоже самое делать с музыкой, сделать такое GPS FM, такое радио. Вы на любую географическую точку можете затегить музыку, а потом ходить, ну понятно, с радио, которое включено в GPS FM, и когда вы проходите мимо точки, на которой есть какая-то музыка, вы ее слышите. Если можно, можно сделать такой музыкальный мусор, да? То есть раскидывать музыку, да? По-разному самому. Вот, дальше следующий момент, что с появлением больших проводов и способностью держать большую нагрузку, у нас возникнет персональное телевидение, интернет-телевидение, и там все больше будет видео сайтов, видеоконтента и всего такого. А UBQ Сейчас Computing это про то, что у нас будут в интернете всякие микроволновки, холодильники, автомобили, ну и мобильники, как, конечно, будет интернет. Соматический, я бы уже сказал. Искусственный интеллект мы ждем давно. Следующая вещь, я в нее верю, но верю, что лет 20 это потребует. Это хороший машинный перевод. С китайского на английский, и с русского на английский. что будет как средний хороший переводчик. Это, конечно, звучит довольно фантастично, но Google этим активно занимается, другие компании занимаются. Есть чемпионат по именно английско-китайскому переводу. Google его проигрывал, было получено несколько месяцев назад. А именно с английским на китайском? Ну, в обе, собственно. Я не помню в каком. Кто проверяет эксперта или кто? Нет, ну есть коллекция, тренировочная коллекция. Понятно. Есть мнение, что скорее куксу встречные явления, Google может привязать свои стандарты перевода. Но важно, я хочу сказать, важная вещь, что это очень сильно их имеет. То есть намного сильнее, чем мы думаем. Ну, не факт, что это вообще реально. По-моему, это тоже ведется там уже. Далеко не один десяток, может не полный. Во-первых, ведется не очень давно. Во-вторых, два момента изменяются. Во-первых, есть такой автоматный подход к машинопереводам, а есть корпусный. Автоматный говорит, что мы найдем магическую формулу. Найдем формулу, которая переводит один язык на другой. Формулу, систему правил, верится с трудом. Слишком язык живой. А есть второй подход, который говорит, что надо просто набрать несколько миллиардов документов. Вот так. Как все хотят посмотреть, так и самым простым тупым алгоритмом вот взяли новый документ, взяли первое предложение. Оно уже где-то есть в этом мире. А шли, посмотрели, как переводится, перевели. Взяли вот так. Оно уже где-то есть. И так далее. В конце, понимаете, моя отличительная вера в то, что это возможно, заключается в том, что люди учат язык за три года. Это младенец. Учит язык. Почему компьютер не умрет? Он как его учит? Он просто много слушает. Он задает вопрос. Интерактивно происходит. Он пробует и так далее. У него мозг есть. Да. Да. Вот. То есть вот этот корпусный подход, он имеет определенные шансы. И другое преимущество, что мы можем наказать человечество. Мы... Ну вот вы знаете, есть такая штука, Human Computations. Кто знает? Human Computations. Кто слышал так в конце? Human Computations. Никто не слышал Human Computations? Луис Конан и ESP Game. Ниоком. 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 Значит, рассказываю историю. Есть такой дядя. Четыре года назад защитил диссертацию в Корнеге Меллу. Диссертация называлась «Как заставить людей делать что-нибудь полезное так, чтобы им нравилось». В частности, он придумал, как сделать так, чтобы люди ставили теги на картинке. Соответственно, я вообще верю, что вот эта область деятельности откуда Луис Конан, которая по-английски называется Human Computer Interaction, а в России, по-моему, я не знаю ни одного преподавателя по такой специальности или кандидата в науку. Это гигантский перспективный область. То есть я бы сказал, что Augmented Reality это тоже относится к Human Computer Interaction. Это область с гигантскими перспективами. Я думаю, что будет отдельный факультет. Есть факультет информатики, есть факультет педематики, а будут факультеты Computer Human Interaction. Я думаю, что это очень перспективно. Но еще есть такая мечта, что будут агенты, то есть мы будем писать программу, которая будет от нашего имени бегать по интернету, заказывать билеты и еще что-нибудь полезное делать. Ну, непонятно. будет. Окей. Это я договорился. Так. Ладно. Пропустим. Значит, ссылочки. Есть моя домашняя страничка. Я выложу курс. Пока этой страницы нет. Но я выложу слайды, аудиозапись и всякие полезные ссылки. У меня есть одна статья, где вот мои новые идеи немножко так расписаны. Есть предыдущий туториал про систему репутации и есть сайт нашего проекта с Антоном, где мы будем платье писать. Так. Значит, тут еще полезные ссылочки, всякие конференции. Есть видео интересное. В частности, есть очень вдохновляющее видео основателя Амазона Джеффа Безоса, который говорит, что нас ждет много всего интересного, потому что веб не то, что уже там все сделано, а как раз наоборот. Очень советую посмотреть. Есть еще видео с презентацией OpenSocial, с презентацией Facebook. Есть блоги всякие, в которых можно все эти новости узнавать. В частности, TechCrunch, это такой самый главный. Ну, тут список людей, которые придумывают все эти стандарты. Но это все будет. Хорошо. Перерыв 10 минут.